Уважаемый суд, при входе в здание установлено, я обратил внимание, как это вывозили на автозаке, я обратил внимание, что при входе в здание установлена очень красивая статуя книги. И все присутствующие, наверняка, по классическому образу владения правосудия, на ее глазах обязательно должна быть повязка, потому что это символизирует беспреспрасность суда и слепое повиновение закона. Но в российских судах особый путь, в результате российской земли на приходе в Верховный суд. Глаза открыты, в провязке едет репутся, на каждого из нас она смотрит на отменном оценивающего взгляда. И тем не менее, я обращаюсь к вам со справедливостью. Как и любой гражданин, я имею конституционное право избираться и быть избранным. Я выполнил все необходимые формальности для участия в выборах. В избирку было передано почти 5 тысяч подписей моих сторон. Я, несомненно, должен был оказаться в списке зарегистрированных кандидатов. Вместо этого меня нагло и незаконно сняли с выборов, на месяц отправили водорез, а также вылили потоки вранье. Вот несколько дней назад, выступая перед журналистами по Франции, президент Владимир Путин заявил, что независимые кандидаты в Московскую Думу якобы фальсифицировали списки избирателей, включив в них так называемый «мед твой души», ну, то есть подписью людей, которые давно ушли из жизни. Я утверждаю, Путин публично солгал. В моих подписных листах нет ни одного мертвеца. Вы можете убедиться в этом, просто изучив материал дела. Первое. Основание для отказа в регистрации – это заключение неких почерковедов из МВД о том, что даты внесения в подписи в некоторых случаях якобы оставлены не избирателями, а сборщиками. Но эти выводы опровергла и независимая экспертиза, которая была представлена в Московскую городскую избирательную комиссию. Но самое главное – эти выводы опровергли сами избиратели, которые лично явились на заседании избирательной комиссии для того, чтобы подтвердить свою роль и изъявление. Однако их даже не стали слушать ни в избирательном, ни в судах. Я живой человек, Ваша честь, и мои избиратели – настоящие живые люди. А мертвые души у тех, кто лишает нас права на выбор и публично вбрил ради сохранения собственной власти, я требую справедливости, Ваша честь. Ваши права, но мы сейчас возьмем исключительный право на выборах. Вы можете, все-таки, отдать ей внимание на предложение о том, что решение вступает? Что в суде не так? Я полагаю, что выступление моих представителей, моего представителя, моего защитника, было исчерпывающее, я в полной мере поддерживаю эту позицию. С уважаемостью. С уважаемостью. Вы, по сожалению, я прекрасно понимаю, какое решение вы имеете здесь. Вот почему. Считаю, я приехала на автобусе. Но не на таком автобусе, на каком ездят обычные люди, а на автобусе с мешок. Которое? Это имеет прямое отношение к делу, потому что это имеет отношение к основной мысли, которую я хочу донести до Вас. Поэтому я буду очень легко помнить. Да, я продолжаю. Значит, которые, на выносе называют автозаповыми. За мной следили пять полицейских, теперь трое из них, кстати. А тут звали, следят и за вас. Вот этот автобус я пополню в своем углу. Потому, почему же, по той же причине, по которой я до этого появилась 30 дней в комнате, на окне которых тоже были решетки. А на двери, который, глазок, через который, каждые 10 минут за мной, за моей жизнью, подряд был какой-то человек. Это тоже очень важно. Этот человек. Я должна, я должна. Расскажать вам. Так. Хорошо. Я пытаюсь вам объяснить, что чем это было решение. Я пытаюсь вам объяснить то, что имеет отношение к делу. Да, тебе есть. Если продолжить. Говорю о вещах, которые не имеют отношения к делу. Суд, правильное решение о удалении вас создал. Ну, хорошо. Я приняла вас. Поняла. Поняла. Хорошо. Значит, мне там дальше было два абзаца про людей, которые содержали полиция, про то, что полиция является... Я расскажу, что было только содержание. Дальше я вам говорю, хорошо, я перейду вас ясно в дело. Да? А теперь перейдем ближе к делу. А теперь перейдем ближе к делу. Чтобы в абзаце было работали, можно зачитать, но вы не хотите, так нет. Значит, непосредственно к работе избирательной комиссии. Как мы видим, решение так же, как и решение о задержании людей, решение о избилении людей, задержании людей. Выштампованные решения в суду, которые точь-в-точь попадают в соответствующую катакоммуляцию. Так вот, эти решения конъектованы так же полиции. Черковеды. Черковеды доносятся к нашему делу, правда? Да. Да. Которые заблоковали десятки подписей, как мы с вами видим. Точнее, сказать, моих избирателей, моих соседей, которые меня знают и уважают. Так вот эти черковеды, они тоже полицейские. База, по которой были забракованы еще сотни подписей моих избирателей, это полицейская база. Получается, что решение о маленьком участии в выборах – это решение, осуществленное полицией. Получается, что под диктовку полиции у нас работают не только суды, но и избиратели. Я уверена, что вы тоже это понимаете. И понимаете, что это полностью не творится и Конституцией, и принципам демократии. А также вы понимаете, уважаемый суд, что страна, в которой есть публичный процесс, подваливаются полицией, силовыми обманами, и тем, кто подвалил полицию силовыми обманами, называются полицейским государством. И вы, уважаемый суд, еще понимаете, что являетесь частью, его частью. И поэтому мы все здесь присутствующие не строим никаких иллюзий относительно того договора, который вы, скорее всего, принесли. Потому что и мы, и вы прекрасно знали, кто будет, в этом случае, звонить вашего пункта, который вы будете прописать. Я говорю о вещах, я так кончу еще раз. Полностью я еще раз перейду на русский язык. Понимаете, избирательный процесс не может контролироваться силовыми обманами. Не может осуществляться на основе того, что решает силовыми обманами. Это полностью будет творечь по всем основам и принципам демократии, и по основам принципам нашей конституции. То, что мы сейчас наблюдаем, начиная, вот это и от этих людей, которые я сопровождаю, и заканчивая тем, что вот эти люди принимали решение под гипноз полицей. Это, вот это и отражает суть полицейского государства. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова